Под ней что-то зашевелилось. Это и был знаменитый шалаш, в котором жили довольно продолжительное время товарищи и Ленин. Да, то есть вот таким вот образом. И причем это читается неоднократно по этой статье. Просто взяли из набора буквы, выкинули свинцовые. Этикетка папироска Минтерна. То есть, знаете, в условиях НЭПа, пожалуйста, Григорий Евсеевич стал лицом бренда. Чтобы далеко не ходить, мы приехали из Сестрорезка в разлив. К сожалению, будет небольшая разверстка в кадре, потому что у GoPro отсутствует формат 25 или 50. Там все на другие цифры рассчитаны. Мы сегодня с вами посетим выставку специальную. И, в общем-то, нашим гидом будет человек, который сам себя представит, как его зовут. Меня зовут Самоходкин Вячеслав Николаевич. Я являюсь научным сотрудником историко-культурного музейного комплекса в разливе. И по совместительству куратором выставки, которую мы пойдем с вами смотреть. Да. Я когда учился в школе, я был абсолютно уверен, что Ленин был здесь один. Сидел в гордом леоночестве на пеньке. Строчил свои великие вещи. Хотя, в принципе, факт о том, что он был здесь с Григорием Зиновьем, был уже известен. Но особо как-то это все равно не пропагандировалось. По крайней мере, в советской школе. И потом для меня было удивление, что он тут был не один. Потом я выяснил судьбу Емельянова. И вообще все заиграло иными красками. Поэтому, ну пойдемте потихонечку, да? Вы параллельно вообще расскажите вот о чем. Как бы вы описали такое слово, употреблять дискурс вашего музея в современной исторической концепции, когда мы до сих пор не можем определиться с фигурой Ленина. То есть он как бы все-таки кто он? Герой, злодей и так далее. Ведь вам постоянно, я так понимаю, приходится сталкиваться с этой проблемой здесь. Частенько. Люди же приходят, задают всякие неудобные вопросы. Причем приходят как с красными лентами, так и наоборот. Те, которые ай-яй-яй-яй, он там, значит, это Россию погубил и так далее. Да, ну у нас это еще некоторое время назад в пионеры принимали. По доброй советской традиции, продолженной уже в постсоветское время. Но действительно, все-таки революция это такое событие, которое делит людей. Оно их не объединяет, да, но в любом случае есть сторонники революции, есть противники революции, есть революционеры, есть контрреволюционеры. И в этом смысле вообще ноябрь 17-го года, особенно, да, если октябрь 17-го года, это такая весьма противоречивая памятная дата. Вместо того, чтобы соединять общество, она как бы его разъединяет. То есть противники и сторонники революции есть и сегодня, и все они приходят сюда. И, конечно, музею было сложно. Особенно сложно было в 90-е годы, то есть когда существовало определенное отрицание всего, что связано с коммунистическим прошлым. И в том числе, конечно, музей сильно пострадал от этого, шалаш неоднократно горел. Жжали периодически. Подобно масленичному чучелу, таким образом изгоняли отсюда дух коммунизма. Но в какой-то степени, наверное, это сработало. На сегодняшний день музей деполитизирован. У нас позиция фактологическая. С одной стороны. С другой стороны, мы являемся фактически одним из самых старых ленинских музеев в Петербурге. В этом смысле мы, так сказать, сохраняем и дружбу с ленинскими музеями, в том числе. Поскольку они сохраняются, да, часть из них отошла в мир иной. К сожалению, вот квартира на Сердобольске, например, на сегодняшний день. Там была очень долгая война за нее. Потом по документам выяснилось, что на самом деле в свое время она же... Там еще был замет, что ее так и не оформили нормально. Из-за чего, собственно, и более того, там же рядом, если вы знаете, убрали эту прекрасную... На Брандмауре была схема. Я, вы знаете, долгое время ехал, ездил на учебно-промышленный комбинат на практику по проспекту Карла Маркса, уже самсонерскому. И, конечно, это панно, оно, правда, довольно давно обвалилось. То есть там центр с Лениным, кстати, он как раз обвалился. Но рабочие с надписью «Вся власть с советом» долгое время сохранялись. Долгое время мы не понимали, что будет с этим домом. Потом говорили, что его снесут. Но в конечном счете его переделали. Его переделали. Там пенсионный фонд теперь располагается. Панно, к сожалению, закрасили. Хорошо. Тогда давайте перейдем непосредственно к выставке. Пойдемте к выставке мимо... Потому что это как раз, в принципе, продолжение того, о чем мы с вами разговаривали. Здравствуйте. Ну вот мы с вами и на выставке. Давайте немножко отмотаем вам пленку назад. Ну, вообще, пару слов в инженерал. Григорий Зиновьев — это фактически наш первый коммунистический мэр города Ленинграда. И, собственно, отсюда вот эта вот битва между Ленинградом и Москвой. Потому что в Москве Сталин, здесь Зиновьев — исход понятен. Когда был Советский Союз? И когда музей существовал в парадигме советской историографии? Как, соответственно, отображалось... Ну, то есть, что рассказывалось людям, когда они приходили сюда, конкретно в разрезе Зиновьева? Давайте так немного картиничка об истории музея, как он возник. Тем более мы тут с вами над уникальной люстрой стоим. Видите? Это ведь не просто люстра. Это фотографии Григория Зиновьева, который приехал инспектировать шалаш. Это 2018 или 2019 год. То есть, по свежим следам шалаш еще тот самый. Он еще, как видите, не причесан, как это будет при первой публикации. В том журнале «Красная летопись» номер 4 за 2022 год. Будет опубликована первая вообще статья Емельянова. Он, как известно, довольно много статьй опубликовал на эту тему в самых разных изданиях. Но вот здесь в «Красной летописи» будет первая статья. И специально для «Красной летописи» шалаш причесали. На всякий случай пару слов. Не все знатоки, кто такой Емельянов. Потому что мы вот говорим «Емельянов, Емельянов». Николай Александрович Емельянов – это тот самый рабочий, который прятал Ленина и Зиновьева в разливе в июльские дни, ну, после июльских дней 1917 года. Если мы исторически понимаем понятие «июльские дни», но если мы смотрим календарно, то вот, собственно, в течение июля он их и прятал, чтобы Временное правительство, которое разыскивало Ленина и Зиновьева, их и не нашло. Боялись, правда, не самого Временного правительства, боялись, скорее всего, самосуда, который может произойти, потому что Временное правительство не отличалось сильной властью. А когда у вас в стране власти нет, самосуд очень вероятен. Вот этого, конечно, опасались в первую очередь. Хорошо. Так, дальше. Соответственно, вот в красной летописи были опубликованы первые воспоминания Емельянова. Это пятилетие июльских событий как раз, да, 1922 год. И вот там уже шалаш причесан. Вот с этого времени начинает оформляться каноничный образ шалаша. Впоследствии к нему вернется сток сена. Понятное дело, что сток сена на тех фотографиях отсутствует. Его довольно быстро разнесли по прямому назначению. А что касается этого шалаша, то да, видите, вот тот шалаш, который на сегодняшний день у нас воссоздается, традиция воссоздавать шалаш, она началась с открытия памятника. Памятник менялся. И первый проект памятника вот здесь, вообще, видите, это не очевидно, согласитесь, места здесь были крайне глухие. Грунтовая дорога сюда была проложена только в 1932 году. То есть до 1932 года единственная возможность посетить данный памятник, музей тогда еще, он только оформлялся, была по воде. Да, все, только-только так. Поэтому, конечно, на первый взгляд, казалось бы, совершенно не очевидно, почему здесь вообще создается музей. Но на самом деле есть, конечно, вполне логичное объяснение. Григорий Зиновьев руководитель Ленинграда. Уже Ленинграда, потому что идея создать музей, это 1924 год. То есть в 1922 году начинается введение шалаша в исторический оборот, а в 1925 году рождается идея сделать здесь музей. И с 1924 года здесь, в Ленинграде, формируется, если угодно, мемориальный проект Григория Зиновьева. Потому что Ленин умирает 21 января, и становится вопрос о том, как мемориализовать Ленина в Ленинграде, уже в Ленинграде. Есть курьезные моменты, вроде установки памятника Ленину на Александровской колонне, на Дворцевой площади. Этот проект, как известно, не прошел, но это вот как раз годовщина смерти Ленина. Вот эта вот идея была брошена в умы партийного руководства уже Ленинграда, как раз на годовщину смерти Ленина. Не находите ли вы, что вот эта история с Зиновьевым и Лениным, это примерно как история Екатерины Второй памятником Петру Первому, что Зиновьев через этот памятник Ленину как бы немножечко ставил памятник и самому себе? Смотрите, ну какая здесь логика? История партии, а у нас выставка посвящена, видите, эстпарт-кабинету. Мы здесь фактически вот сформировали такой мини-эстпарт-кабинет, который собирал мемуары, с одной стороны, участников революционного движения, в том числе и Емельянова. Вот у нас мемуары Емельянова расположены по периметру нашего подиума. А с другой стороны, он расставлял акценты, понимаете, расставлял акценты в партийной истории. И, безусловно, для Зиновьева подчеркивание его легитимности как ближайшего соратника Ленина, вот в этом смысле шалаш это идеальное место, потому что партия решила спрятать здесь ни одного Ленина вместе с Зиновьевым. А что о чем-то говорит? Да, это с одной стороны подчеркивает партийное положение Зиновьева, с другой стороны, естественно, с сюжетом о шалаше сразу связан сюжет о шестом съезде, РСДРП, который заседал на Выборгской стороне неподалеку от того места, где была с паной последняя квартира вначале, около Самсоневского собора. Так вот там Зиновьев ведь получил на один голос меньше Ленина, как член ЦК. То есть, таким образом, вся история вокруг шалаша показывала значимость Зиновьева в 17-м году, причем в очень удачный исторический момент, до октябрьской ошибки Григория Зиновьева, как он ее сам называл, когда он выступил против вождя в вопросах определения сроков вооруженного восстания. То есть, в этом смысле совершенно конкретный пример мемориализации. У меня есть экскурсия, где я, правда, с оранжевым ракезом, но тем не менее, я показываю квартиру в конце Карповки, где это знаменитое собрание происходило. И, в общем, там не только Зиновьев, там еще и Каменев высказался. Ну, мы сейчас с вами как раз это все, так сказать, обсудим. Просто я хотел показать, раз уж мы заговорили о мемориальном проекте, вот, заметьте, Зиновьев выступает на открытии памятника Ленину у финляндского вокзала. Обратите внимание, как он выступает. Он, в сущности, копирует события, ну, это 25-й год, соответственно, это события семилетней давности, ну, восьмилетней, да, с 17-го года. То есть, таким образом, и причем вот этот памятник Ленину, финляндского вокзала, это памятник Ленину-оратору. А Зиновьев, он, как известно, ахолократ, то есть человек, который управляет толпой. То есть, его стиль правления в Петрограде в революционные годы, это ахолократический стиль, вы управляете толпой и направляете ее. То есть, это постоянные выступления, причем подчас многочасовые выступления. То есть, в этом смысле, вот, мемориальный проект реализовался так, надо подчеркнуть Ленина как оратора, надо подчеркнуть, что Зиновьев был ближайшим соратником Ленина, и таким образом это было реализовано. Ну, единственное, поскольку это не учли, да, то есть, первый проект памятника, мы сегодня наблюдаем памятник Гегелла, работа Гегелла, довольно известная, но это 26-й год уже, уже когда Зиновьев его оттеснили, первый проект был архитектор Борисова, причем это был главный архитектор Сестроевского инструментального завода. И на макете Борисова совершенно четко, кроме брельефов Ленина, присутствовали брельефы Зиновьева. Понимаете, то есть, все показывалось, такой вот пантеончик формировался. Но потом, естественно, наступил 26-й год, и тем более 27-й, внутрипартийная обстановка обострялась, 27-го вообще Зиновьева исключают из партии, по итогу вот параллельной демонстрации 7-го ноября 27-го года. И Григорий Евсеевич его лицо просто с макета сбивают, с гипсового. Ну, естественно, это с гипсового, понимаете, сам макет, конечно, не сохранился. Ну, а новый памятник, который был реализован с 26-го по 28-й год, он, конечно, не содержит уже никаких упоминаний Зиновьева как обитателя шалаша. Понятно. Давайте тогда пройдемся по каким-то основным экспонатам здесь, на вашей выставке. Ну, тут надо сразу оговорить такой момент, что вот мемориальных вещей от Григория Евсеевича не осталось. То есть, в сущности, все где-то погибло. Есть, иногда встречаются из библиотеки его книги. Ну, вот в частности, например, вот давайте буквально, тут у нас, к сожалению, не очень крупно воспроизведена вот эта вот книжица, но вот эта вот книга из библиотеки Зиновьева, причем она довольно любопытная. Обратите внимание, что здесь, кроме подписи самого Зиновьева, есть еще штамп «Экслибрис» доктора Якобы Житомирского. Это один из известных большевистских провокаторов, который проваливал партийных товарищей, но при этом сам прикидывался товарищем, сдавал их полиции. И осела эта книга в библиотеке Ленина, и это экземпляр из горок ленинских. То есть, видите, таким образом, по этой книжке Августа Бебеля можно изучать фактически партийную историю. Да, такой вот интересный момент. Но за вычетом некоторых книжных изданий из библиотеки Зиновьева с его, так сказать, маргиналиями практически ничего не осталось. Даже в Смольном. Там прямо сказали, что когда, так сказать, был большой террор, все это утилизировали. Все вещи, связанные с Зиновьевым, подверглись утилизации. Во всяком случае, те, которые адребутировались как вещи Зиновьева. Поэтому личных вещей Григория Всеча не осталось. А вот вообще, если говорить про воссоздание, вы тут прямо по этапам воспроизвели определенные вехи его жизни. Насколько было сложно собирать материалы, учитывая то, что действительно, ведь, ну, во-первых, и подчищалось все и прочее. Ну, и что уж тут, и Иосиф Исарионович, он же там старался немножко там зачищать там кое-какие хвосты мемориальные. Обязательно. Да, у него там личный секретарь, под эгидой того, что он собирал материалы для биографии Сталина, он на самом деле часть этих материалов утилизировал. Особенно те, которые... В этом смысле проявил очень большой талант. Я тут просто консультировал одних кинемпотографистов, которые собираются снимать фильм про Камо. И, в общем-то, они столкнулись с проблемой, типа, мало что известно о детстве Сталина. Я говорю, так вы, ну, я вам клянусь, вы ничего не узнаете про детство Сталина, потому что даже Ольга Эдельман в своей книжке пишет, что, типа, ну, практически ничего и не осталось. Мы ничего не знаем до сих пор. То есть профессиональный историк об этом говорит. И в этой связи, естественно, а что же с Зиновьевым-то? Ну, с Зиновьевым еще хуже, потому что, как вы понимаете, если Сталин сам подчищал свою биографию по своим, так сказать, указаниям, он ее, если угодно, вылеплял, боял, то Зиновьев в этом смысле не успел себя проявить. Ну, как не успел? Тут нужно сразу оговорить. Видите, у нас один из первых стендов – это Институт Ленина. Да, вот он так даже оформлен в виде Института Ленина. И вообще историко-партийные учреждения, и Спарта, и Институт Ленина, как, ну, в сущности, главное историко-партийное учреждение. Тут вот его ученый совет, первый состав ученого совета. Причем не все члены этого ученого совета даже… Ну, они не все ученые, скажем так. И не все дожили до своего счастливого конца. Ну, что вы. Обратите внимание, у нас тут три, собственно, тройка политбюро, да, Зиновьев, Сталин, Каменев. Здесь у нас, так сказать, люди из их влияния, причем, обратите внимание, вот на стороне Зиновьева, например, Бухарин. Ну, потому что Николай Иванович и Зиновьев были лучшими друзьями вплоть до 25-го года. В 25-м, как говорится, их пути резко разошлись. Тут, если что, можно, допустим, если, не знаю, кто-то не узнает всесоюзного старуста, можно вот открыть окошечко и уточнить. Но любопытно, видите, сталинских людей больше всего, да, то есть, вот, пожалуйста, сталинский корпус, он наиболее представителен. Здесь вот корпус Каменева, да, его сторонники. Но впоследствии внутрипартийная борьба всех перемешает. Понятное дело, что кто-то будет ликвидирован, причем вот как Канадчиков, например, ректор коммунистического университета Зиновьева, он будет ликвидирован, расстрелян. Так, например, и вот, казалось бы, Янукидзе, да, один из ближайших друзей Сталина, тоже будет расстрелян. То есть, в этом смысле состав, конечно, членов института, Бубнов тот же, да, они многие окажутся не у дел. Сокольников, вот, например, да, Рыков, естественно, Угланов, Бухарин. То есть, расстрелянных здесь добрая половина впоследствии. Но обратите внимание, кого мы здесь не увидим, мы здесь не увидим Льва Дэйча Троцкого. Потому что институт Ленина создавался как учреждение, которое прямо говорит нам о том, что Троцкий не большевик. А если большевик, то попутчик. И с Лениным он больше ссорился, чем дружил. И в этом смысле было очень важно взять вот все ленинское наследие под свой контроль. И Зиновьев был активнейшим участником этого процесса. Более того, одним из ключевых хранителей ленинских документов. У него их было очень много. Ну, в силу просто того, что он долгое время работал с Лениным. Фактически, и здесь это видно по нашей выставке, она, видите, в биографической своей части распределена по периодам жизни, которые в заглавии каждого стенда. И дальше мы, у нас как каталог, да, то есть вы, ходя по этой выставке, как будто бы в каталожном ящике перебираете карточки. И по каждому разделителю можно найти какой-то материал. То есть, вот, например, берем мы с вами, да, допустим, вот эпоха член ЦК, допустим, да, 907 год. И вот, пожалуйста, вся информация по тому, как Григорий Есеевич стал членом ЦК в 907 году. И здесь вот еще есть дополнительные материалы. Вот, если что, здесь в основном у нас тексты, но бывают и, вот здесь, видите, мы только текстовый взяли, но бывают и иллюстративные. Обратите внимание, как московские ворота выглядели раньше, да? Да, да, до войны они вполне еще, так сказать, таким образом и смотрелись. Почему здесь московские ворота? Потому что Григорий Зиновьев, когда прибыл из эмиграции в еще Петербург, он, соответственно, его партийный комитет, петербургский комитет, распределил на работу в район за московской заставой. То есть, в район, который за московскими воротами. И он там долгое время работал, потом охватил еще район за Невской заставой и на этом эгиде вошел в петербургский комитет. А Петербургский комитет в ту пору играл очень важную роль, понимаете? Это 906 год, вот если мы чуть-чуть отмотаем, 907 это уже член ЦК, а вот конец 905 и начало 906 года, первая русская революция, в Стокгольме в 906 году проходит объединительный съезд, четвертый РСДРП, и на нем ЦК получают меньшевики, а у них там большинство. И Ленин, конечно, по этому поводу очень негодовал, но в петербургском комитете большевики получают большинство. И так как Петербург играет особую роль в революционных событиях, то через петербургский комитет и его исполнительную комиссию, вот эти пять человек, в том числе и Зиновьев среди них, Ленин начинает реализовывать свою политику. Поэтому тут, пожалуйста, один из таких моментов, которые мы можем по этим двум разделителям проследить. Я дам лайфхак. Если вы окажетесь в Берлине, это Унтерден-Линден, вот в этом здании, вот с этой стороны, даже с улицы видно, если присмотреться, там сохранились витражи с Лениным и Марксом. А можно даже зайти, это библиотека университетская. А вот сюда я специально ходил, будучи в Париже, посмотреть на это здание. Ну, дома в Париже, скажу честно, практически все одинаковые, они все такие немножко серо-бежевые, поэтому... Видите, утилитарное довольно здание. Да, они ничем особо не отличаются друг от друга, поэтому вот так вот. Хорошо. Какие-то, может быть, у вас самого, вот вы когда подготовили эту выставку, несмотря на то, что вы в теме, может быть, какие-то факты вас самого там удивили, поразили, может, что-то встречалось такое курьезное, забавное или что-то еще? Ну, давайте так сказать, из курьезного, одним из таких любопытных моментов, связанных с Зиновьевом, является его личная жизнь. То есть, жен-то путают постоянно. Наконец-то, скандал, интриги, расследования. В эфире революционная программа «Пусть говорят», и мы находимся с вами в шалаше. Я бы даже сказал, революционный максимум, понимаете. Обратите, пожалуйста, внимание, Зиновьев, наверное, единственный из партийных чиновников в целом, из революционеров, которому удалось в правительстве, в своем, региональном, в союзе коммунной Северной области, это больше, чем только Петроград, это еще соседние губернии, и сделано это было специально, поскольку нужно было как-то собирать в условиях военного коммунизма продовольствия с помощью продотрядов, а их надо куда-то направлять, куда вы, в Петрограде их в одном направите. Поэтому было создано региональное правительство, союз коммунной Северной области. И в этом правительстве у Зиновьева было сразу две супруги одновременно, практически. Его бывшая жена, Золота Ионовна Лилина, это, обратите внимание, они, правда, очень мелко здесь, к сожалению, воспроизведены, но у Зиновьева вышел комплект открыток сразу с двумя женами и с ним. Он в комплекте открыток правительства вышел как председатель Петрокоммуны, его жена Золота Лилина, которая на тот момент была уже свежая бывшая жена, они вот в 18-м году как раз и разошлись, она стала заведовать народным комиссариатом по социальному обеспечению, и Сара Равич после смерти Урицкого, после убийства Моисея Урицкого, стала наркомом внутренних дел, то есть комиссаром, прошу прощения, наркома это в центре, а тут комиссар, комиссар внутренних дел. Вот вам, пожалуйста, такой семейный портрет практически, да, очень удобно, причем жили они все в Доме Советов в Астории, да, то есть только Лилина занимала две комнаты в Астории, а Зиновьев... Ему на работу надо было через площадь ходить в Мариинский дворец, я всегда говорю, смотрите, как удобно человек расположился, вот до Смольного-то дальше, скажите, до Смольного, да, но квартирку он подобрал себе неплохую. Слушайте, ну на самом деле у того, что большевики занимали гостиницы, и в Москве, вот Национальный метрополь, и в Петрограде, Астория, Англитер, это ведь очень логично, потому что это упрощает быт. Да, в гостинице, ну что, у вас есть комнаты, бытом занимается все централизованно, кабинет есть медицинский, все рядом. Более того, это были помещения официально свободные, то есть не надо было никого выселять. И выселять никого. Ну вот Григорий Евсеевич, видите, компактно жил. Причем вот на этой фотографии, на 7 ноября они сфотографировались, заметьте, есть и Лилина, и сын Зиновьева, и Лилина, и Стефан, и Сара Наумовна Равич тоже имеется. Вот все, понимаете, компактно собрались и показали. Согласитесь, что это, кстати, его как-то интересно характеризует, то есть что он мог, смог двух женщин, которые, ну, претендовали на него, прекрасный образец для подражания. Ну, друзья, это нельзя сказать, что это шведская семья в полной мере, поскольку совместный быт отсутствовал, но, понимаете, какая-то шведская семейственность в Совете комиссаров чувствовала. Ну, тут еще надо пояснить, что немножко менялась концепция восприятия семьи. Причем Золота Лилина одна из рьяных перекройщиц быта и перекройщиц семьи. У Золоты Лилины очень много трудов посвящены именно вопросам коммунистического воспитания. То есть она в этом смысле, знаете, как Зиновьев во многом копировал Ленина. Вот тут, например, кабинет Григория Евсеевича. И мы в этом кабинете видим, допустим, портрет Карла Маркса, точно такой же, который висит у Ленина в кабинете в Горках. Только про тот портрет, который, кстати, подарен рабочими Петросовета и выполнен рабочим художника завода Старлеснер на Выборгской же, опять же, стороне. Да, уже на проспекте Карла Маркса в то время. Значит, вот этот вот портрет, он был подарен Петросоветом Ленину, но все умалчивают, что был еще один портрет, который остался узиной его, понимаете. То есть таким образом тут вот какая-то такая копированность чувствовалась. Так и Лилина, она тоже во многом похожа на Крупскую. Они занимали нишу вот именно педагогическую. То есть Лилина ведь долгое время руководила советской педагогикой, по крайней мере, в Ленинграде. И она известна в частности тем, что именно под ее эгидой, так сказать, дали пропуск на публикацию романа «Республика Шкит». Один из ее ближайших соратников – Самуил Маршак и так далее. Ну, опять-таки понятно, почему это потом было вымарано из… Ну, тут, знаете, есть даже некоторые удивительные события. Давайте вот буквально… Сейчас, одну секунду. Вот здесь более просто крупная фотография одной из… Это Равич, да. Это следственная фотография, то есть тут, видите. А вот не следственная, вот уже комиссар, значит, вот, видите. Чтобы вы понимали, прогрессивность советской власти заключалась в том, что это, по-современному говоря, ну, главный ФСБшник Ленинграда на тот момент, да? Женщина. Близки, но не совсем, потому что был еще Петрчака. Ну, да. То есть они и у них молитрение у комиссариата внутренних дел у Петрчака. Зиновьев, конечно, пытался Петрчака поставить по свой контроль. И не случайно сменилось более десятка руководителей Петрчака за время правления. Тут Зиновьев, это же полтора десятка. То есть это было для него важно. И центральная ЧК не давала Григорию Васильевичу окончательно подмять под себя Петроград. Ну, все равно, согласитесь, если брать в контексте там мирового прогресса назначение женщины на такой пост, это что-то... В Петроградском правительстве женщин было больше, чем в московском. В московском Кавантай, только центральном. А тут вот сразу... Гнезда феминизма. Да-да-да, причем обратите... Давайте вот сразу, чтобы с Лилиной закончить. Вот здесь вот фотография Лилиной крупным планом вместе со сыном Икс-Зиновьевым, Стефаном Ордомысельским. Вот, пожалуйста, тут ее можно засвидетельствовать. И не менее любопытно, например, вот фотография у нас вот здесь, вот есть неретушированная фотография, где Зиновьев. Вот видите, тут это Пятый съезд Советов, съезд, принявший первую конституцию РСФСР. Вот здесь вот Зиновьев, причем в руках Канатье у него, рядом Свердлов и Сараравич стоит над ним. А вот здесь уже увеличенная, но заретушированная довольно кустарным способом фотография, и тут Равич уже видно получше, и Свердлов его видно получше, и Канатье Григория Евсеевича еще не вписывающий, ну, точнее, в советский дресс-код она, конечно, не вписывалась, но он тогда еще не сформировался в полной мере, поэтому вот буржуазные шляпы носили. Так что, соответственно, да, если говорить о семейном вопросе, вот похороны Лилины, обратите внимание, хотя Лилина умерла уже в 29-м году в рентгенологическом институте на улице Рентгеново, современная кафедра рентгенологии Первого Меда, так вот, несмотря на то, что она уже была в оппозиции, тем не менее ее похоронили на коммунистической площадке Александра Невской Лавры, то есть это второе по значимости кладбище в Инграде. Интересно, а могила-то сохранилась, потому что я, да, надо бы найти, потому что там я постоянно по этому кладбищу хожу, и там очень, иногда даже забавно, вот эти могилы есть красноармейские. Ну, от Зиновьева еще, мать Зиновьева здесь похоронена, Розалия Бромберг, она умерла в 22-м году уже в Петрограде здесь, и на кладбище 9 января, где еврейская часть, вот она похоронена. Интересно, а почему это, 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 как бы такая была орфография, как я снимал Ленина в подполье? Да, это была такая орфография. Но мы не с этой целью, значит, тут, понимаете, есть довольно любопытный материал. Извините, я вас перебью, всегда говорю, что вот на этих фотографиях он просто очень похож на нашего актера Кирилла Лаврова. Да, смотри, у него случайно Кирилл Лавров значительную часть своей карьеры провел с лысым париком, да, поэтому, нет, но на самом деле здесь ведь, почему мы разместили этот лист, это первая публикация воспоминаний Дмитрия Лещенко, который действительно фотографировал не только Ленина, но и Зиновьева. Им были обоим сделаны такие пропуска, правда, про Ленина мы знаем, Константин Петрович Иванов, все дела, про Зиновьева мы не знаем. То есть этот пропуск не сохранился, а если он где-то есть, то он не найдет. Мало ли где он может быть, в каких учреждениях он мог осесть. Ну вот он фотографировал и Зиновьева, и Ленина, но публикация эта была в ноябре 1927 года, то есть в самом начале. И Зиновьева тут уже, еще не прошла параллельная демонстрация, но уже узнают, что она будет, и буквально из корректуры выкидывают фамилию Зиновьева, и тут получается масса казусов, ну вот вроде, например, как описывает Лещенко, когда он подходил к шалашу. Наконец подъехали к какому-то берегу, прошли несколько пешком. Ровная, гладкая местность, покрытая скошенной травой, вдали видны финские фонари, и вот видите, на земле небольшая куча сена, под ней что-то зашевелилось. Это и был знаменитый шалаш, в котором жили довольно продолжительное время товарищи и Ленин. Да, то есть вот таким вот образом, и причем это читается неоднократно по этой статье, просто взяли из набора буквы, выкинули свинцовые. Товарищи Ленин. Товарищи Ленин. Какие товарищи это вот оставляют на, так сказать, фантазии? Ну вот смех, смех, но сейчас вот тут думаешь, ведь на самом деле это же с одной стороны верх идиотии, вот, ну, как бы, а с другой стороны народ это вот ел и, в общем-то... Слушайте, в 27-м это еще, так сказать, было вполне, ну, там понятно, кто там был, да, то есть это известно. Хотя он через 5 лет уже, знаете, уже враг народу, поэтому... Просто нужно понимать, что, ну, ничего же нет, ни интернетов, ни телевидения, это главный источник информации во всех отношениях, да, то есть люди... Искушенных, там еще... Деньги хотя бы надо иметь на покупку иллюстрированных журналов. Вот, например, другой момент, тоже связанный с репрессированной стороной вопроса. Тут у нас есть уникальный, совершенно уникальный отрывной календарь. Видите, страница с Григорием Зиновьевым. Причем, заметьте, календарь этот, июнь 27-го года, 26-ое число, да, 26-ое июня. Зиновьев уже не руководитель Коминтерна и не руководитель Петрограда. Но так как календарь сдавался еще заблаговременно, естественно, то вот, пожалуйста, у вас тут готовый портрет врага народа. Причем, заметьте, ведь после 34-го года, особенно после 35-го, хранить такой портрет, это 10 лет лагерей запросто, понимаете, получить. Просто за то, что вы там нечаянно заложили закладку листком отрывного календаря, там он Зиновьев сфотографирован, у вас делают обыск, перетряхивают, находят, все, 10 лет. Как вы объясните, что вы портрет врага народа сохранили? Да еще и на отрывном календаре. Отрывные календаря, в принципе, плохо сохраняются. Как надо быстро ориентироваться к конъюнктуре, особенно тем, особенно журналистам, да, то есть сегодня ты этого словословишь, а завтра он враг народа. Яркий пример, позвольте, был такой Борис Волин, довольно известный советский журналист, первая, так сказать, половина существования Советского Союза. И Борис Волин, тут этого нет на выставке, потому что, вы видите, мы и так много чего вместили, много чего не вошло. Но Борис Волин в 1924 году опубликовал совершенно хвалебную биографию Зиновьева. В сборнике 12 биографий, вот там Зиновьев на третьем месте, после, соответственно, Троцкого и Ленина, и там панагерическая биография. А уже в 1933-м Большая советская энциклопедия выходит, 27-й том, который вот на Зе. Там Зиновьев и тот же Борис Волин уже пишут про Зиновьева в совершенно другом контексте. Что Штрекбрейхер, предатель, соответственно, и так далее, и так далее. Парадокс в том, что сам Зиновьев тоже писал статьи для Большой советской энциклопедии. Ему, конечно, наверное, вряд ли понравилось увидеть про себя от того же автора, что интересно, который опубликовал 12 биографий, а что интересно вот в этом сборничке 12 биографий, это, знаете, с апостолами, конечно, можно сравнить, но это такая первая массовая публикация, тиражом около 300 тысяч экземпляров, биографии советских лидеров. Ну это житие, фактически, такие. Кратенькие, знаете, кратенькие, и там, конечно, многое, так сказать, подретушировано было уже тогда, то есть вот вы говорили о том, как Сталин корректировал свою биографию, можно привести пример, как Зиновьев корректировал свою биографию. Давайте пройдем обратно к Первой русской революции, мы так кружим. Но Зиновьев-то как? Такой момент о подкрашивании собственной биографии. То есть уволено, прямо написано, что Зиновьев прибыл в Петербург революционный, в разгар революционных событий, в разгар всероссийской октябрьской политической стачки. Но на самом деле он прибыл в декабре, когда уже кончилось декабрьское вооруженное восстание в Москве, когда уже все, понимаете, ну, конечно, современникам не было очевидно, что пик революции позади, но в истории оказалось, что все, пик революции позади. И в 17-м году, и позднее, в 20-х, в 24-м, когда выходила биография Воли, ну, это было очевидно. Но чтобы подкрасить, понимаете, то есть, ну как, раз он приехал в разгар всероссийской октябрьской политической стачки, значит, агитировал, понимаете, значит, внес вклад в октябрьскую политическую стачку. Вот Троцкий в то время, там уже, понимаете, в декабре станет помощником председателя Петросовета, ну, Петербургского Совета, Первого Петербургского Совета. Он толкал речь, когда его арестовали. И вот тут совершенно... Этот совет. И вот тут нужно было, понимаете, как-то уравнять, поэтому Зиновь себе накидывал очки. Он совершенно не упомянул, что когда шла октябрьская политическая стачка, он еще сидел в Берне и добывал паспорт. Это была очень большая проблема. Нужно было добыть паспорт, чтобы ехать на территорию России. И у Зиновьева это от него масса времени. Ну, вот такой вот момент, да, видите. Вроде два месяца сдвинул всего лишь. В той же биографии, например, сказано, что Зиновьев просидел под арестом несколько месяцев. Вот его, кстати, арестантская карточка. Вот часть коломенская, в которой он сидел. У нас там проходят экскурсии. Это Железевич построил. Вот он совершенно заживо. Вот письма, которые писал Зиновьев и Лилина на имя петербургского градоначальника Драчевского. Ну, соответственно, просидел он два месяца. После чего был отпущен по ходатайству Дмитрия Васильевича Стасова, известный российский адвокат и прозащитник, один из патриархов адвокатуры российской. Он написал письмо барону Гинсбургу. Видите, вот Давид Багаратович Гинсбург, он был человеком очень богатым и мог себе позволить не жить, несмотря на иудейское происхождение, в пределах черты оседлости. Жил в Петербурге. Поскольку он был чрезвычайно авторитетным человеком, вот Драчевский прислушался к его ходатайству и родомысляского отпустил. В итоге Зиновьев просидел всего два месяца в тюрьме, а не несколько месяцев. Хотя вроде не сильно, но опять же, перемены налицо. То есть, таким вот образом нарабатывался исторический капитал участников революционного движения в условиях внутрипартийной борьбы. А там два критерия. Кто раньше ушел в революцию и больше в ней сделал, и кто ближе к Ленину. На момент 24-го года. И Зиновьев, конечно, в этом смысле старался преуспеть. Ну, понятно. Тем более, что во все это, например, общество старых большевиков, что вступить, например, надо было доказать свой стаж, и чтобы доказать свой стаж, тебе нужно было привести свидетельство как минимум, по-моему, двух или трех человек. И так далее. Но зато тебе за это полагались разные вещи. Там, поездки в санаторий, ты мог получить жилье, спецпоем. Ну и дом политкоторжанных сынопоселенцев, построенный, правда, уже к 1933 году, но квартиры в нем, опять же, весьма благоустроенным, с централизованной столовой и прачечной. Да, то есть там кухоньки-то маленькие. Почему? Потому что вам не нужно готовить ничего. Вы приносите в специальных боксах алюминиевых, всю еду, все замечательно. Быть политкоторжанным в ту пору было очень выгоднее. Но потом, если вы теперь обойдете этот дом и посмотрите на обратную сторону, там есть огромная мемориальная доска из гранита, где перечислены все те политкоторжане, которые, собственно... Там известны, там не все. Еще плюс последний адрес много туда, знаете, табличек наклеил. Я там уже этого списка вполне достаточно. Хорошо. И пару слов вот еще хочется вот про этот вот плакат, потому что здесь очень такой калаш характерный, видите, значит, вот очень... Ну, такое противопоставление, да? Нет, здесь, видите, здесь авиабомба летит на капиталистический мир, понимаете? То есть Коминтерн — это такая вот бомба, которая разорвет мир капитала и приведет к всеобщему царству рабочих и, возможно, крестьян. Да, то есть плакат этот, к сожалению, анонимный. Есть аналогичный плакат на пять человек, то есть пятерых так запечатлели. Это, получается, Каменев, Зиновьев, Ленин, Володарский и Дзержинский. У Дзержинского, Володарского и Ленина плакаты с авторской подписью, а вот у Зиновьева и Каменева без авторской. Поэтому сказать, кто автор, наверняка нельзя. Причем у аналогичных плакатов авторы разные, поэтому нельзя вот так провести параллель, хотя они похожи. Но это вот «Красная газета», издал вот такой плакат, и ленинградский госсиздат его напечатал. Это прямо вот, это, грубо говоря, это мода той эпохи, потому что это вот «Окна роста» и прочее. Обратите внимание, они еще, кстати, они об этом не знали на самом деле. Они здесь изобразили муниципалитет города Нью-Йорка. Это здание стало прототипом для наших сталинских высоток в дальнейшем. Именно сюда ездил Борис Иоафан набираться опытом, чтобы потом построить Борисоветов. И известна вот эта история с Мидовской высоткой, что там надо было обязательно навершие потом сделать в виде шатра, потому что Сталин сказал, что это за буржуазные у нас стоят дома. Им пришлось туда впендюрить этот шатер, как бы, что не было предусмотрено никаким проектом. Поэтому очень... То есть, как интересно разбираться, как вот концепции, вот они вот так вот. Шмок, 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 шмок. Ну, видите, тут Зиновьев, как руководитель Коминтерна, он, конечно, не всегда стеснялся. Вот тут хороший пример с выставки «Пятилетие Коминтерна». Тут, видите, художники, «Шлейферд» и, соответственно, «Неймарк». Вот, пожалуйста. И два портрета рядом. Основатель первого интернационала Карл Маркс, основатель третьего интернационала Григорий Зиновьев. Или вот, например, не менее замечательная вещь, она у нас в витрине, это, обратите внимание, книга с профилем Зиновьева, работа Дубужинского, так сказать, на своей обложке. Причем интересно, это 20-й год. Григорий Евсеевич в 20-м году в октябре поехал в город Галле, в Германии. Он потом окажется на стороне ГДР, но тогда, конечно, Веймарская республика. И вот в городе Галле собралась партия ОСДПГ, независимая социал-демократическая партия Германии, и она решала присоединиться ей к Минтерну или не присоединиться ей к Минтерну. Туда приехал Зиновьев, и туда приехал лидер меньшевиков Юлий Осипович Мартов. Хотя Мартов уже охрип, он уже практически не мог говорить. Но он уже скоро умрет. Он уже, да, ему, собственно, останется буквально два года жить. Ну вот Юлий Осипович сюда приехал. Его, кстати, с этой поездки не позволят вернуться обратно в РСФСР. То есть в России он больше не окажется. Зиновьев-то вернется в Россию, понятное дело. И вот Зиновьев выступает перед независимыми социал-демократами с четырехчасовой речью на немецком языке. Причем даже буржуазные газеты писали, что этот человек обладает демонической силой голоса. У Зиновьева был действительно необычный голос. У него был высокий голос. Да, такой дискаунт у него был. Ну да, почти как контр-альто, понимаете. Хотя мужской диапазон ему требовалось, то есть даже выше, чем стандартный фальцет. Да, да, да. И этот голос, он был необычен, понимаете. То есть он своей необычностью получался музыкальный достаточно. Его было приятно слушать, видимо, и слушать могли действительно долго. Держать четырехчасовую, то есть четыре часа аудиторию во внимании, это, конечно, сильно. И вот эта речь на 80 страницах вышла в Петрограде. Обратите внимание на мелованной бумаге. То есть мелованную бумагу в Петрограде в 20-м году в конце было достать чуть легче, чем искусственный орган. Потому что, извините, мелованная бумага. 20-й год, все выходит, не прошито даже нитками, бумага серая, уже иногда даже коричневая. А тут мелованная бумага. И вот Табужинский рисует этот заглавный портрет. У Виктора Серджия есть воспоминания, да, у известного оппозиционера по поводу как раз этого портрета. Там он вспоминает, что Зиновьев был недоволен этим портретом, что, дескать, нескромно получилось. Но вот тут такое... Это, знаете, почти сборник стихов Пушкина, если честно. Ну, то есть вот такой профиль, вот если приглядеться, да, то есть... В сущности примерно так и есть, правда, вот РСФСР, да, еще... Ну вот, ну да, такой вот любопытный момент. Уже, ну, допустим, немножко подводя черту, давайте уже перейдем к... Давайте вот еще... Тут тоже есть любопытный момент, что связано с Коминтерном. Это этикетка папирос Коминтерн. То есть, знаете, в условиях НЭПа, пожалуйста, Григорий Евсеевич стал лицом бренда. Да, и вот папирос и Коминтерн курили советские, значит, граждане, возможно, с большим удовольствием, сознавая, что каждая скуренная папироска это вклад в победу мирового коммунистического движения и мировой революции. Вот так вот. Не менее любопытный момент. Давайте пройдем сюда. Обратите внимание на название этого чудесного журнала. Может показаться, что это какой-то оппозиционный журнал, но на самом деле это журнал студентов Коммунистического университета имени Зиновьева, который располагался с 1918 года в Таврическом дворце. Его куратором, кстати, тогда дворце Улицкого. Его куратором была Сарравич, уже упомянутая вторая супруга Григория Евсеевича. И, соответственно, они издают журнал, они его начали издавать в 1924 году. Уже в конце 1925 года Зиновьевец это будет политический ярлык, который означает оппозиционер, член Центральному комитету. То есть вот как все стремительно менялось. Или вот тоже давайте, раз уж мы об университете заговорили, вот тут у нас есть книги из библиотеки Коммунистического университета имени Зиновьева. Вот это вот третий том работы Карла Маркса «Теория прибавочной ценности», недописанный четвертый том «Капитала», как его иногда называют. Так вот, он издан Коммунистическим университетом Зиновьева в 1924 году. И он из библиотеки Коммунистического университета имени товарища Зиновьева. Штамп есть, который об этом свидетельствует. А вот здесь другая книга, здесь уже затерта фамилия Зиновьева, на книге Ротштейна. Так вот на всех штампах, представляете. А здесь, да, здесь уже, понимаете, вычеркнуты они прямо из, собственно, альбома, но высший пилотаж, конечно, здесь. Книга «Карла Липник» «Мой процесс по документам» была издана в Германии в 17-м, а у нас в 18-м году. И Зиновьев написал предисловие к этой книге, которая была изящно затерта, его фамилия, видите, лезвием. Так, в общем-то, и не узнаешь, не был он там или не было его там. И при этом, вот идите сюда, очень показательная фотография. Смотрите, как они мило сидят. Они мило сидят, а потом они будут мило сидеть уже в других местах. А потом они будут мило лежать в братской могиле, как говорите, здесь. Причем Рыков, Зиновьев, Бухарин, все это расстрелянные люди, поэтому, да. А на этот момент ведь они даже не догадываются. Нет, слушай, а никто не догадывался. Даже вот Динукидзе, вот, например, которого мы сегодня уже упоминали, Авелий Сафронович, он по его, так сказать, личным заявлениям, да, по мемуарам следователей, которые с ними работали, он считал, что его репрессировали ровно за то, что он сказал Сталину накануне московского процесса, августа 1936 года, что, коба, ты же не посмеешь расстрелять старых большевиков. Никогда еще не проливалась кровь старых большевиков. Действительно, по отношению к большевикам, большевики, как правило, были очень лояльны. Вот, например, у Зиновьева был в аппарате Коминтерна, причем его подпольной части, неофициальной, некто товарищ Томас, у которого деньги, извините меня, коробками лежали, причем гиперинфляция в Германии уже кончилась, понимаете, когда у каждого немца куча денег в квартире, как у Скруджа Макдака практически, понятия были размещены. Так вот, товарищ Томас, у него золотых марок было, извините меня, огромное количество, то есть он был, он финансировал германскую компартию, но по неофициальным каналам, и он проворовался и потратил около 200 тысяч золотых марок. Это гигантская сумма, это, понимаете, ее там хватит, ну, несколько особняков на Унтерден Линден получится приобрести. И устроен товарищеский суд, собралось бюро Коминтерна, Осип Пятницкий, тоже старый большевик, который участвовал в транспорте, из Искры еще, и потом других большевистских газет, Пятницкий, он настаивал на жестоком наказании к Томасу, но, видите, своих не бросают, и Зиновьев Томасу все простил, ему внушение дали, и все, понимаете, то есть, ну, бывает, ну, потратился товарищ, случается. Вот тут еще, смотрите, 25-й год, похороны Ленина, и вот стоит Зиновьев, да, еще. И здесь Зиновьев, обратите внимание, вот тут в машиночке едет Зиновьев на том самом гусеничном Роллс-Ройсе, в котором, да, 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 которые так гордятся, ну, папаха, по большому счету, значит, наши коллеги из Горок, вот здесь, вот видите, вынос гроба тоже Григорий Алексеевич, уже без знаменитой шапки присутствует, вот здесь вот уже почетный караул, тоже Григорий Алексеевич за Калининым советским президентом, да, так сказать, угадывается, и вот за Крупской, да, вот так вот, таким образом, просто это иллюстрации из книги Зиновьева «Шесть дней, которые не забудут России», да, то есть, Сварок, известный советский художник, график, эти иллюстрации да, и лучше фотография сына, видите, вот с мемориала, между прочим, да, то есть, не знаю, насколько сейчас. Я не знаю, может быть, вы мне скажете, где-то я читал, что, когда их расстреливали, Каменев вел себя достойно, Зиновьев не очень. Ну, это воспоминания одного отдельно взятого человека, и, знаете, насколько им можно верить, это, конечно, вопрос. Поэтому я и говорю, что я... Ну, Зиновьев не был человеком, конечно, особо твердым, плюс тому он, понимаете, но это первый расстрелянный большевики Каменев и Зиновьев. До этого никого из большевиков не расстреливали. Расстреливали меньшевиков, расстреливали СССР, большевиков никогда не расстреливали. У Каменева и Зиновьева вообще были все основания полагать, причем их же судили на московском процессе второй раз за то же преступление, за участие в убийстве Кирова. Первый раз же их осудили в 35-м году и дали 10 лет, по 10 лет. А второй раз уже в 36-м, то есть это пересуд по-новой, понимаете. Хотя при этом, конечно, они уже старались скорее спасти свои семьи, но вот Стефан Родомысельский будет расстрелян, причем интересно, что он будет расстрелян, он будет в числе первого расстрелянного списка сталинского, когда они уже потоком пойдут, 37-й год, и он там будет не один, с ним будет его дядя, муж сестры Зиновьева Леи Родомысельской, Самуил Закс. Да, Самуил Закс у нас там есть в его фотографии, ну, если что, можно потом подойти. То есть, вот такая вот ситуация, причем у Зиновьева в семье у Арона Родомысельского и у отца было 10 детей, и всех мужчин расстреляли, всех детей мужского повара расстреляли, отца Арона Родомысельского его не расстреляли, но он официально умер от заворота кишок, по справке из управления ФСБ. Ну, вызван уж явно, так сказать, нехорошей жизнью в застенках НКВД. То есть, таким образом, конечно, семьи истребили, ну, фактически полностью. Женщин отправляли в лагеря, причем всех жен пережила только Сараравич, Сараравич умрет, причем в доме на набережной, она уже будет жить тому времени, то есть, ее вернут на волне хрущевской оттепели, так сказать, к более-менее такой уважаемому положению. Вот, между прочим, последняя супруга Зиновьева, и это единственная его официальная жена. Это, видите, это кабинет Зиновьева в здании исполкома Коминтерна, там сидит вот женщина в шубе в изящной. Это его последняя супруга Елена Яковлевна Ласман. И Елена Яковлевна Ласман, она тоже окажется репрессированной как член семьи изменника Родины. При этом, обратите внимание, что у нее будет сестра, была сестра Елена, она младше была, она 10 лет, то есть ей на момент ареста было 20 лет. Ее арестовали только за то, что у нее нашлась фотография с Зиновьевым и с Янукидзе. Вот, в числе этих вещей получила... Вопрос Пакроса про календарь. Да, видите, и она получила за это преступление 20 лет. То есть, фактически, вот, до самого 55-го года и сидела. А потом ее и отпустили, но 101-й километр, естественно. То есть, она потом долго добивалась реабилитации, но еще позже будет реабилитирована ее сестра Елена Яковлевна, Евгения Яковлевна, жена Зиновьева. Ну, и Зиновьев, когда женился, знаете, 24-й год, он, конечно, стал жить немножко роскошнее. Он уже не жил в Астории, он жил в доме трех Бенуа, да, Каменноостровский 26-28, и там, во всяком случае... А не в цельной квартире куда-то... Нет, в той парадной, но квартира Кирова поскромнее, потому что квартира... Кирова поскромнее? Да, квартира Кирова поскромнее, у Григория Алексеевича квартира 970 метров квадратных, а у Кирова все-таки Кома Коминтерна, у вас обширная библиотека, ее надо где-то разместить, у вас секретариат, секретариат Зиновьева был очень солидный, Лафман там был астинографист, потому что она по образованию астинографистка, а не Петросоветик. То есть это была не просто квартира, это был такой... Знаете, как у многих высших чиновников, да, это еще с царских времен традиция, да, там ведь очень часто, особенно представители Совета Министров устраивали заседание дома, да, у них был зал, который вот для этого был предназначен специально. Так вот, ну, понятно, что это не личная квартира, понимаете, ну, то есть этой квартирой с рыночной точки зрения, хотя бы у НЭП, они, конечно, никто из них не воспользовался, но занимали определенное время. Хотя Зиновьев, конечно, в 24-25 году был в основном в Москве. В Ленинград он заезжал два дня в неделю, это прям вот предел. Выставка, это на какой период рассчитана? Я подозреваю, что 22-й год она и простоит, так что есть вероятность. Вы можете приехать сюда, ну, помимо основной экспозиции, соответственно, посетить вот этот вот интересный закуток. Уже были какие-то отзывы от тех, кто приходил? Да, можно посмотреть. Значит, собственно, в начале зала книга отзывов, вот, я в нее давно не глядел, так что это будет открытие своего рода. Ладно, запротоколируем. Значит, мы на всякий случай разместим внизу ссылки на сайт музея, да, вы можете посмотреть. Добираться сюда, на самом деле, несложно, даже из Петербурга. Мы, слава Богу, живем в счастливое время, когда можно приехать на чем угодно. Ну, и, в общем-то, сейчас самое то, потому что, конечно, в основном у вас в летний период идет такой поток, а в зимний народа не очень много, вы можете приехать сюда еще погулять здесь вокруг прекрасной территории, очень местами безлюдно, отдохнуть, переварить все, что вы здесь увидите и прочитаете, потому что это, конечно, требует определенного осмысления и, может быть, даже, не знаю, переоценки чего-то и так далее. Ну, а вам большое спасибо за такой интересный, увлекательный рассказ. Вы оставляйте комментарий вот там, сейчас будет еще небольшой за кадр от меня. С фамилией Зиновьев и Каменев связан даже один адрес на Невском проспекте, где находилась редакция меньшевистской газеты, куда они слили информацию о готовящемся восстании. Про Ленина уж молчу, он на Невском, где только не бывал, о чем вы можете прочитать в моем путеводителе по Невскому проспекту 116 домов от Адмиралтейства до площади восстания. Все это богато иллюстрировано и удобно сверстано. Промывку мозгов делали не только большевики, это используют и использовали все. Вот, например, Япония во время русско-японской войны тоже можете ознакомиться, как она удачно провела пиар-кампанию, чтобы дискредитировать Россию. Точно так же большое количество иллюстраций, большинство из которых публикуются впервые. Ну а до чего может довести фрустрация и экстремизм, вы можете прочитать в моем остросоциальном триллере Корень. Петербург конца 90-х нулевых во всей красе. Книги можно купить как у меня на сайте, так и после моих мероприятий, в этом случае я их подписываю. Сами же мероприятия будут проходить даже зимой, правда не так часто, как в сезон. Главным из них станет лекция о Дмитрии Павловича, одном из участников убийства Распутина и любовники Шанель, также про его отца и даже немного про его сестру. Анонсы всех мероприятий точно так же есть на сайте, ссылка на который указана внизу. На этом все, увидимся, пока.